так в коем-то веке сегодня выглянуло солнце облачно но хотя бы идет зарядочка 11 ампер заходит включил инвертор подключен я немножко тестировал уже он уже просил суть в чем вот мы значит испытание третьего способа подключения то есть вот моя его реализация да то есть такая грубо говоря вилка удлинитель с розеткой конденсатор здесь я тупо залепил ну как бы это моя реализация просто закрыл оттока значит конденсатор подключен в разрыв емкость его 120 микрофарад по моим расчетам при подключении нагрузки киловатт около двух киловатт он должен в районе киловатта потреблять скажу заранее обнаружил одну офигенскую вещь кстати привет игорь уметь извиняя если опять фамилию неправильно называю нашел и одну интересную вещь про которую он даже сам скорее всего не в курсе хотя может просто еще не озвучивал ладно в чем суть значит нашего опыта значит вот ваттметр который сейчас по нулям показывает да вот у меня стоит чайник значит дублирующий ваттметр я его подключаю он активировался показывает по нулям ватт значит чайник у нас двух киловаттный знаю получится на резкость ну там будет фотография отдельно если что не видно 2 киловатта чайник отдельно будет фотография подтверждение значит здесь у нас по нулям здесь у нас по нулям запускаем чайник чайник горит здесь показывает у нас 1040 ватт здесь у нас 1063 хотя она просто падает то есть чуть меньше то есть дальней суть важно то есть 2 киловаттный чайник но сейчас греется срабатывает у меня тоже за предупреждение о просадке вот я его немножко уменьшил по совету петра значит у нас фиксируем киловатт чайник уже шумит слышно так пока выключим для чего выключим у меня просевший аккумулятор заряжу попозже его за полдня хотел зарядиться значит в чем фишка этого способа значит при подключении нагрузки 2 киловаттный он дает киловатт но сейчас мы будем подключать разную нагрузку я покажу в чем преимущество этого способа это еще помимо того преимущества которое будет отдельно описано очень важное преимущество пока опыт удался но сейчас покажу еще одну фишку этого всего дела значит со в чем фишка еще раз показано по нулям ваттметр и этот по нулям теперь я беру вот эту мою тостируем лампу на ней написано 40 ватт вроде бы как должно быть видно вот справа вверху 40 ватт лампочка но технически по идее должно наверное делить пополам подключаем лампу включили лампу включаем кнопочку значит лампа горит и вуаля у нас все равно 40 ватт 40 хорошо теперь берем эту лампу и переставляем напрямую у меня лампа горит опять 40 ватт да интересно значит берем теперь увеличим нагрузку может это какая-то ошибка значит начал ставить опыт и с разной мощностью обнаружился один небольшой косяк он не смертельный значит в чем нюанс его если меня такой рубанок киловатт 100 мощностью но он оборудован системой плавного пуска значит при подключении напрямую вот он провод пошел да вот я запускаю значит при подключении напрямую он работает при подключении через конденсатор включаем ничего не получается почему возможно что система плавного пуска не дает надо делать только так и так щелк щелк это видимо действие конденсатор так уже для колорит у киловатт 200 циркулярка честно говоря бесполезно потому что она просто живет около 500 ватт запускаем значит 440 пробуем засунуть в конденсатор но у меня ощущение ощущение что здесь тоже система плавного пуска возможно что сейчас ничего не получится смотрим значит тех же самых было 440 ватт отсюда вывод значит здесь нету плавного пуска все приборы без плавного пуска можно напрямую подключать через конденсатор и все что у вас будет выше киловатта оно все будет обрезаться обрезаться насколько вопрос у меня еще есть бойлер на полтора киловатта сейчас попробуем может быть его через удлинитель значит все таки нашел и полтора киловатт на нагрузку опять подключу бойлер через длинте подключен он реально живет полтора киловатта сейчас я это буду подтверждать включаем грубо говоря полтора киловатта ругается конечно мой инвертор выключаем прошло и 5 минут солнце исчезло поэтому никакой поддержки солнечной батареи теперь значит эти же полтора киловатта я включаю сюда включаем смотрим на потребление ага обратите внимание киловатт киловатт правда данные разнятся почему-то но суть в том что киловатт то есть прибавшие подключение нагрузки любой выше киловатта он начинает обрезать лишнюю мощность у меня просто предупреждение стоит на 11 6 так что классная штука ставим лайк куча вопросов возникает о том что этот вообще показывал как бы что тут намудрено решил разжевать вообще по простому на что здесь изображено здесь изображен инвертор 220 вольт специально нарисовал подписал то есть забудьте что здесь вообще находит на выходе с инвертора стоит вольтметр он измеряет напряжение так так вот это у нас нагрузка ее симулирует лампочка нагрузка 2 киловатта чтобы измерять напряжение на нагрузке стоит вольтметр переменной и ток цепи амперметр переменной значит что здесь здесь у нас конденсатор подключен последовательно но для проведения опытов я его замыкаю кнопкой то есть идет или через конденсатор или если я замыкаю кнопку идет через кнопку минуя конденсатора значит запускаю схему смотрим значит что получилось значит вот наш инвертор включился вот он 220 вольт дает на выходе значит кнопка нажата вот я покажу вот она видите размыкается замыкается кнопка нажата ток идет через кнопку мимо конденсатора мимо конденсатора на нагрузку на нагрузке 220 вольт и ток берем калькулятор умножаем вот этот вольтметр 220 вольт 220 вольт умножить на ток в цепи нагрузки 9.15 умножить на 9.15 получаем 2000 ватт собственно 2 киловатта это подтверждение что нагрузка вот это 2 киловатта теперь смотрите что мы сделаем нажав кнопку нажимаем кнопку теперь ток у нас побежал между инвертором и нагрузкой напрямую через конденсатор так что у нас изменилось произошло на входе как это было 220 вольт однако на нагрузке упало напряжение и упал ток берем опять калькулятор умножаем 148 умножаем на 6.16 получаем 911 ватт то бишь какая бы здесь нагрузка например там был не было подключено больше 2 киловатта никогда потребление не будет более там одного киловатта грубо говоря не более 900 ватт вот как бы суть в чем опыта далее беру уменьшаю вот это я убрал чтоб никого не смущать что это такое это виртуальный осциллограф значит подключаю я его останавливаю программку подключаю на вход и подключаю на выход на нагрузку то есть мы измеряем осциллограф на входе и на выходе спускаю программу открываю осциллограф вот он что мы здесь видим сейчас идет через конденсатор смотрите желтым обозначено то что мы имеем на входе синим то что на выходе обратите внимание вот я ставлю примерно заметьте входная амплитуда гораздо больше чем выходная собственно за счет этого и получается понижение мощности плюс немножко смещается по фазе но это как бы не суть важно это вообще используется например при запуске трехфазного электродвигателя от однофазной сети но это как бы отдельная история смотрите что будет если я сейчас конденсатор замкнул кнопкой замыкаю смотрите теперь у нас напряжение и соответственно мощность на нагрузке на входе совпадает с выходным и мы потребляем ровно 2 киловатта включаем через конденсатор размыкаем кнопку опять и в чем плюс этого метода огромнейший плюс этого метода его плюс в том что он не нарушает синус точнее он конечно модифицирует немножко но не обрезает как диод что не вызывает как бы проблем с потребителем потому что для многих потребителей синус иногда очень важен в общем такой предварительный итог значит устройство сие работает кому надо информация по расчету обращайтесь потому что как таковой формулы нет все это я в программе пересчитываю пользуемся ее знаниями но значит мой совет использовать не 120 микрофарад емкостью переменный конденсатор кстати очень важно что переменный а например сотку или даже 80 будут меньше габариты и чайник у вас будет работать например на 700 ваттах что для инвертора вообще песня что киловатт как-то но крутого то надо хорошо заряжены аккумуляторы которых у меня в опыте не было потому что у нас очень пасмурная погода уже две недели чем я считаю опыт удался берите емкость чуть меньше хотя бы максимум 100 микрофарад у вас все получится лайкуем